Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас знакомить с ситуацией на Российско-Украинском фронте. Покажу карту боевых действий, самые основные действия, где происходят. И вот сводка новостей. Россияне отрезают Северодонецк, разрушили второй мост, завтра бросят все резервы, заявил Гайдай. Российская армия разрушила второй мост между городами-спутниками, Северодонецком и Лисичанском, Луганской области. И продолжает мощно обстреливать третий мост. Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможностей либо вывозить людей, либо подвозить туда боеприпасы и усиления для ВСУ. Гайдай предположил, что сегодня-завтра не будут бросать все резервы, чтобы захватить город. Ну да, там уже еще семь дополнительных бригад бросили на Северодонецк. Уже Путину обещали взять его до 10 июня, уже 13 июня, и все никак взять не могут. Ну вот да, все резервы будут бросать, чтобы захватить город. Помимо этого, добавил чиновник, оккупанты постоянно обстреливают территорию завода «Азот». Бои идут на окрестных улицах. И вот карта, я вам сейчас подробнее покажу, где это происходит. Захватчики также приближаются к Врубовке между Лисичанском и оккупированным Попасной. Вот карта, вот Врубовка, и вот здесь как бы идет окружение. Сейчас я вам подробнее на этой карте покажу. Так, вот Врубовка, вот Попасной. Видите, направление Попасной идет удар сюда. И здесь вот они уже обхватывают вот так Николаевка. И вокруг Врубовки горное. Вот идет обхват этого поселка, как бы сказать, в направлении рай Александровки. Ну и на этой карте тоже понятно, вот идет Николаевка, Врубовка и окружают. На рай Александровку идут. А там выше уже, вот, а выше уже с севера Донецк Лисичанск. Как бы берут в кольцо. Да, получается, что вот идет окружение. Такая информация, так. Ну и вот по карте показал. Ну и там, да, еще перебрасывают 7 бригад штурмовых. Россияне, в общем, не жалеют своего пушечного мяса и всех на бой не отправляют. Залужный заявил о десятикратном огневом превосходстве России. Ну вот поэтому за счет этого Россия продвигается. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине больше террористских систем калибра 1,155 мм. Так, и он что, там что, противник сейчас имеет огромное преимущество, десятикратное, десятикратное. Но несмотря на это мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью. Не только наши, но и оккупанта, подчеркнул Залужный. Кроме того, сейчас очень сложная ситуация, в частности в городе Севердонецк. Туда врагом было переброшено до семи батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника, подчеркнул Залужный. И вот сейчас такая информация, я вам сейчас зачитаю, конкретно, что нужно Украине, чтобы победить Россию. Так, сколько нужно артиллерий, танков, чтобы окончательно выгнать Россию из территории Украины. Чтобы выгнать российских оккупантов из Украины и окончить войну в СУ, нужен паритет с захватчиками по тяжелому вооружению. Об этом взвел советник главы Михаил Подоляк, вы видите на фотографии. Что нужно Украине? Так, на сегодняшний день от союзников. Тысячу гаубиц калибра 155 мм. Триста реактивных систем запового огня РСЗО. Пятьсот танков. Двести ниц бронетехники. Тысячу дронов. Ну, вы понимаете, сейчас страны НАТО тоже стали что-то неконкретно выполнять свои, как сказать, обязательства и не поставляют оружие. Немцы вообще отказались поставлять. Немцы вообще ни одного танка, ни одной гаубицы не послали. Во-первых, я вчера выпустил ролик, что танки вообще страны НАТО не хотят посылать Украине, чтобы та перешла в контратаку. РСЗО тоже не хотят давать дальнего радиуса, чтобы не Путина нервировать. Ну, может быть, дадут гаубицы, да, американцы послали. И двести ниц бронетехники дают. Ну, и дроны дают, конечно, не в таких количествах. И поэтому сейчас преимущество на стороне России. Потому что надо срочно тысячу гаубиц. А это очень время, пока перешлют, пока снаряды подошлют. Это все ведь, ну, гаубицы-то не будут стрелять без снарядов. Все это не так быстро. Поэтому Украина в обороне. И все это рассчитано на долгую войну, я говорю. Даже НАТО особенно невыгодно американцам, чтобы снабдить всем этим Украину. А то она еще вдруг ни с того ни сего и победит Россию. Хотя, чтобы конфликт был здесь на годы. Чтобы, так сказать, мясорубка шла годами. Год, два, три, а лучше пять. Так что, видите, Украина, как бы сказать, такой ситуации очень плачевная, скажу. Ну, и вот сейчас информация. Россия носит умышленные удары по хранилищам зерном в Украине. Крадет украинское зерно захваченных территорий. И использует блокаду морских портов Украины как орудия войны. Провоцирует тем самым глобальный голод. Об этом заявил верховный представитель Жузеп Боррель. Ну, все правильно, как я вам говорил. Для чего Путин начал эту войну? Ну, сейчас где-то Путин. Путин начал войну, чтобы сделать в мире голод, чтобы разрушить экономики стран, чтобы все дорожало. Нефть, газ уже, страны С отказались. Теперь будет здесь кризис в Европе. Вообще везде, в Америке уже кризис, и продукты во всех странах дорожают. Для чего вся война началась? И Путин вот начал войну по приказу глобалистов. И теперь как бы он по плану действует. Все, голод, затрубили. А Путин сейчас будет речь произносить, что, мол, во всем виноватая страна НАТО. Так он войну и начал. Он инициатор. Такая информация. Ну, вот, да, сейчас зерном будет продовольственный кризис. В Африке уже кризис, все трубят. Голод наступил. Ну, и в многих странах, да, будет сейчас уже, бедных, голод уже, будут умирать люди. Путин уволил Поклонскую. Видите на фотографии Поклонской. Красивая женщина, молодец такая. Она открыто выступила против войны в Украине. И вот последняя информация. Бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую уволили с поста Россотрудничества. Указ подписал Владимир Путин. Поклонская назвала букву Z символом трагедии и горя. Сейчас я вам покажу последнюю информацию. Вот в российском издании. Вот она, на фотографии. Так. Теперь вот, конкретно, что здесь пишут. Так. Отметили, что она занималась деятельностью, как сказать, помощи, доставкой гуманитарной помощи на Украину. Сделала очень многое для возвращения российских военнопленников. Наталья Поклонская была в том числе, кто не поддержал российскую военную операцию на Украине. Она заявила, что не хочет, чтобы Киев или любой другой украинский город попадали бомбы. А также говорила, что использование военной буквы Z символизирует горе и трагедии. И теперь Примаков, типа, высказал такое, как сказать, сделал выводы. И сказал, что буквы Z и W стали народным символом поддержки российской армии. И в госсовете Крыма предложили лишить Поклонскую всех наград. Представляете, в России эти две буквы это все священное. Как могла Наталья Поклонская заявить, что, мол, эти буквы V и Z это уже символ горя и трагедии. И вот она была, как сказать, прокурором Крыма в Украине. Ну и теперь отказалась ее, в общем, все, Путин уволил. И вот сейчас ее речь немножко поставлю, послушайте. Вот часть ее речи, что она сказала. Это буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет. Есть государство. В общем, вот, молодец, все правильно сказал. Разве это радость, когда гибнут люди с обеих сторон? Одна адекватная женщина, я говорю, вот, во всем российском пропаганде в этих СМИ один человек сказал, гибнут люди с обеих сторон. Разве это радость? И что эти две буквы W, Z и W, это символ горя. Вот, молодец, здравомышленный человек. Я говорю, люблю таких, уважаю людей, которые понимают, что происходит. А россиянам настратят на своих людей, что у них гибнут по 200 человек. Украинцы тоже гибнут в огромных количествах. Что это, радость? Радуйтесь, да, умирает ваши россияне, соотечественники. Празднуйте, у нас праздник. Мы захватили там какой-нибудь сраный городок в Украине. Говорю, эти конченые, все эти придурки, эти зомби, я уже говорю. У меня нет слов, ребята. Ну и вот тут еще про Путина. Он сейчас выступит с важной речью. Будет форум там. Так, Дмитрий Песков анонсировал чрезвычайно важную речь Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Путин будет говорить о влиянии санкций против РЭС. РЭС на рост цен на энергоресурсы и начинающий продовольственный кризис в мире. Так, в общем, вот он выступит сейчас скоро на днях. Этот форум будет с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. И там будет речь Путина 17 июня. А модератором будет пропагандистка Маргарита Симонян. В общем, послушаем речь Путина, понимаете. Он инициатор этой войны. Он начал по приказу глобалистов эту войну. Но я понял, что сейчас такая информация прошла, что глобалисты его кинули как бы. И он остался в полной жопе. Перед тем, как начали войну, все дали ему добро. Давай, Путин, вперед. Мы не будем лезть. Мы не будем поставлять оружие Украине. Ты все там воюй сколько хочешь. А потом, говорят, взяли типа и кинули его. И он теперь будет валить все это на НАТО, на Америку, что они инициаторы. Типа, а кто инициатор? Ты ведь начал войну. Да, они тебе дали добро, ты начал войну. А теперь что, в жопе? И теперь с санкциями. Но тут ситуация двоякая. Я сначала думал, что Путин работает конкретно на глобалистов. И они продолжают вместе сотрудничать. Но на одном канале я уже такую информацию, что типа они его кинули, как бы подставили. И теперь уже у Путина паника. У него, да, экономика в жопе, все в трубе. И теперь он не знает, как выкрутиться. И ему, понимаете, уже все кирдык там самому уже. Уже все недовольны. Что он там творит в России, типа. И теперь как с войны. Война закрутилась. Ему не выкрутится. Ему надо воевать дальше. А успехов-то нет ни хера. Очень сложный вопрос. Но будем изучать эту тему. Я потом вам подберу еще подборки. Конкретно людей интересуют, почему он начал войну. И как бы, кто был инициатором. И кто ему помогал в этой организации, эту войну. Очень, говорит, такая информация очень скрытая. Но найдем все-таки, все раскопаем. Люди должны знать, что происходит в этом мире. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.